Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 19.25. Построить график функции y равно минус 6 делить на x минус 2. Для того, чтобы построить график такой функции, нужно вначале построить график y равно минус 6 делить на x. Это гипербола. А затем сдвинуть этот график на 2 единицы вправо. Почему на 2 единицы вправо? Потому что здесь в качестве аргумента стоит x минус 2. Значит, мы должны на 2 единицы вправо сдвинуть график функции y равно минус 6 делить на x. Для того, чтобы получить искомый график функции данной в условии. Итак, строим гиперболу y равно минус 6 делить на x. Задаем положительные значения x. x единица y минус 6. x 2, y минус 3. x 3, y минус 2. x 6, y минус 1. Так, проводим первую ветвь гиперболы. Теперь задаем отрицательные значения x. Получаем положительные значения y. x минус 1, y 6. x минус 2, y плюс 3. x минус 3, y плюс 2. x минус 6, y плюс 1. Проводим вторую ветвь гиперболы. И теперь мы эту гиперболу сдвигаем на 2 единицы вправо. И получаем вот такой график. Этот график соответствует функции y равно минус 6 делить на x минус 2. И теперь мы, пользуясь графиком функции, можем ответить на вопросы с заданием. Итак, в пункте А нам нужно найти значение y, при которых x равно минус 1. Итак, находим значение x минус 1, проводим перпендикулярно до пересечения с графиком функции и находим координату y в точке пересечения. Это 2. Значит, при x минус 1 y равно 2. При x равном нулю, x равно нулю, y равно, как видим, плюс 3. y равно плюс 3. При x равном 3, x равно 3. Вот, находим эту отметочку. Опускаем перпендикулярно до точки пересечения с графиком функции и находим координату y. Координата y минус 6. Значит, y равно минус 6. Так, теперь пункт В. Найдите значение x, если даны значения y. Итак, y равно 3. При y равно 3, при x. Так, y равно 3. Вот мы нашли троечку y. При каком значении x? При x равном нулю. При x равном нулю. Так, y равно минус 1. Находим по y минус 1. Вот минус 1. И теперь проводим перпендикуляр до пересечения с графиком функции. И вот получаем вот такое значение. Так, сюда припускаем перпендикуляр и получаем 4, 5, 6, 7, 8 плюс 8. Значит, при x равно 8. И дальше, значит, y равно минус 2. Находим значение минус 2. Вот, минус 2. Теперь проводим перпендикуляр до пересечения с графиком функции. Вот он, точка пересечения. И находим координату x. Координата x будет 3, 4, 5. Значит, при x равно 5. Так, пункт В. Исследуйте функцию на монотонность. Ну, как видим, функция возрастает, монотонно возрастает. На всей области ее определения, то есть при x, при надлежащем объединению такому, от минус бесконечности до 2 и от 2 до плюс бесконечности, кроме точки x равно 2. В этой точке функция претерпевает разрыв. Разрыв этой точки. Так, и теперь последний пункт. Пункт Г. Напишите уравнение асимтот данной гиперболы. Ну, мы эту гиперболу получили путем сдвига ее вправо на 2 единицы. Значит, и асимтота сдвинулась тоже на 2 единицы. В качестве асимтоты будет прямая, проходящая через отметку x равно 2 по оси x и параллельная оси y. Тогда уравнение этой асимтоты будет x равно 2. Это первая асимтота. Ну, и вторая асимтота осталась без изменения. Это y равно 0. То есть это прямая ось x. Ось x. Это две асимтоты. Это таких уравнение. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте.